Четыре месяца осталось до начала сдачи единого государственного экзамена, и наши клинские школьники уже давно начали свою подготовку к ЕГЭ. Алена, ученица 10-го лицея, будущая выпускница, мечтает стать медиком. Но для того, чтобы поступить в медицинский, знать, как известно, нужно много. С самого начала года уже начала готовиться к экзаменам. Также мы готовимся в школе, естественно, на уроках какие-то, разбираем задачи подобные, которыми будут на экзамене. Также занимаюсь сама с репетиторами. Но времени не только, надо же еще самой готовиться, получается. И также еще занимаюсь самостоятельно дома, прохожу какие-то демонстрационные варианты, решаю, разбираю сама какие-то материалы, ищу там старые учебники, читаю и все вот такое. И по словам Алены, после всего она еще успевает встретиться с друзьями или заняться домашними делами. Сдавать она планирует математику и русский, и, конечно, для поступления в медицинский институт, химию и биологию. А вот ее одноклассник Илья думает поступать в МИЭД. Ему для поступления, помимо русского и математики, понадобится физика. Но делать упорно какой-то из предметов Илья не собирается. На мой взгляд, нет таких экзаменов, за которые надо меньше переживать. Очень ответственный момент, им нужно переживать в равной степени за все. Готовиться ко всем. Ну, конечно же, бывают моменты, бывают ученики, которые относятся по-разному, к разному экзамену, и у них разная степень подготовности к каждому из них. Ну, тут уже, конечно же, индивидуально, но я переживаю за все и готовлюсь ко всем одинаково с интересом, с одинаковым количеством сил, энергии и так далее и тому подобное. Понятно, что знаниями старшеклассники себя укомплектовали по самой небалуй. Но не только эрудированность школьника играет роль при сдаче ЕГЭ, но и его психологическое состояние. Сейчас эти камеры, другой кабинет, другой класс, чтобы не больше там какого-то количества детей в одну аудиторию не попали своих, да, знакомых. То есть, чтобы ни одного учителя не было знакомым. Конечно, вот это все, вот это накал вот этих страстей, он передается, естественно, детям. То есть, не сами тут... Получается, проверка детей не на знания больше, а на стрессоустойчивость, то вот о чем я говорила, на возможность справиться с собой, на саморегуляцию, насколько у ребенка это развито. Свой психологический настрой школьник формирует в первую очередь из общения с одноклассниками, учителями и, конечно, с главными мотиваторами – родителями. Задача родителя что? Не напугать ребенка, не запугать, не повысить его еще больше, да, тревожности внутри переживаний, а успокоить, сказать, что ты молодец у меня, ты все знаешь. Какие-то материалы, может быть, там, учебные, да, то есть разобрать с учителем, попросить или самому помочь. Если ребенок будет уверен в том, что родители его любят, любого, даже если он вдруг провалит экзамен, да, то ребенок как раз его быстрее сдаст, нежели если ребенок будет знать, что родители его будут ругать, что же будет, там, мама, там, да, она же будет кричать. Вот и происходят у таких детей срывы, то, что они больше переживают не за саму сдачу, а за последствия. Вдруг они не сдадут, что же будет. И не стоит перенимать опыт у студентов, которые считают, что возможно выучить все в ночь перед экзаменом. Свой последний вечер перед ЕГЭ лучше провести с семьей и хорошенько выспаться. Соответственно, свежий воздух, психологический комфорт, выспаться, это все сыграет большой плюс, будет большим бонусом ему, даже если он в течение года не очень хорошо учил. Это все поможет ему вспомнить хотя бы даже то, что говорили в школе учителя. Поэтому главное для таких учеников, как Алена и Илья, не только багаж знаний, но и психологический настрой. И с утра перед экзаменом обязательно съешьте шоколадку. Это проверено, это помогает. Артем Синяков, Александр Феофанова, программа «Мой Клин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова